На металлургическом заводе в селе Верхняя Синичиха началась голодовка. Предприятие находится в стадии ликвидации. Уволены 417 человек. Долги по зарплате составляют 15 миллионов рублей. Сегодня с проверкой на завод приехали областные чиновники. Почему предприятие стало убыточным, выяснял Радик Шараев. Вот уже как неделю жизнь в поселке Верхняя Синичиха будто замерла. 15 июня здесь прекратил свою работу старейший на Среднем Урале металлургический завод, более 300 лет производивший чугун. Уволенными оказались почти 500 человек. Это катастрофическое число для столь маленького поселка. Тем более, что завод Верхняя Синичиха является едва ли не единственным местом заработка для местного оселения. Они не получали зарплату уже 4 месяца, но при этом продолжали работать. Долг предприятия перед рабочими составил 15 миллионов рублей. Все это время их кормили обещаниями рассчитаться. Отчаявшись, люди объявили голодовку. Например, Светлане Котовой завод задолжал 40 тысяч рублей. И мы решили все-таки идти до конца. Обещаний нам много давали, в это мы уже не верим. Был у нас митинг в июне месяце. Ничего не решилось. Никаких не было принято мер. Палаточный лагерь развернули прямо перед проходной завода. Без еды уже третьи сутки 16 человек. В запасах лишь вода. Впрочем, изначально людей было 18. Но на вторые сутки голодовки состояние двоих ухудшилось. Их срочно отправили в больницу. Остальные же пока держатся. Каждый час их состояние проверяет медик. Тяжело переносит голодовку. Давление падает. Головная боль начинается. Тошнота. Чтобы лично разобраться в ситуации, в верхнюю синячиху сегодня прибыл временно исполняющий обязанности министра промышленности и науки Свердловской области Владимир Пинаев. Разговор получился спокойным. Министр призвал людей прекратить забастовку, заявив, что выход из ситуации есть. Судом уже выдано постановление о выдаче заработной платы за март и апрель. У нас на сегодня проведены переговоры с представителями и с руководителями наших предприятий, которые готовы в случае остатки той же чугунной стружки, чего-то прочего, готовы ее купить и эти деньги пойдут на погашение заработной платы. Ситуация осложняется тем, что собственником является житель республики Кипр. Фактически никакого руководителя предприятия, кроме ликвидационной комиссии, нет. На ликвидационную комиссию каких-либо актов реагирования мы составить не можем. В отношении предыдущего руководителя предприятия прокуратуры направлено в Следственный комитет материал проверки о наличии признаков состава преступления по факту умышленной невыплаты заработной платы. Уже завтра будет переведено 30 тысяч рублей в счет погашения дебиторской задолженности предприятия. Этих денег хватит, чтобы частично выплатить зарплату работникам. Радик Шараев, Александр Плюснин, информационная программа «День», Свердловская область, Верхняя Синичиха.